Здравствуйте! Это рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня мы пообщаемся с Антоном Ивановым, директором фонда капитального ремонта многоквартирных домов Хакасии. Здравствуйте, Антон Александрович. Практически год прошел с момента, когда заработала программа капремонта в Хакасии. Какие-то цифры уже можно озвучить и подвести, наверное, какие-то некие предварительные итоги. Расскажите о них. Ну, работы у нас еще идут полным ходом. Всего запланировано в этом году от капиталя 208 домов. 192 на сегодняшний день у нас законтрактовано. На 118 домах работы завершены. На 36 уже процент готовности более 70%. Остальные в разной степени запуска. Есть у нас и такие дома, их всего 16, по которым конкурсные процедуры продолжаются. Это, в частности, еще один дополнительный дом по колхозной 45 в Абакане, где предоставляются меры федеральной, республиканской, муниципальной господдержки на замену еще пяти лифтов дополнительных, которые не были изначально запланированы, но установили необходимость, аварийное состояние лифтов будем делать. Поэтому для нас 31 декабря это не остановка работ. Мы их будем продолжать. В следующем году их уже 267 у нас. Мы уже начали подготовку к ремонтам следующих домов. То есть, ну, цифры такие. Каков процент собственников сегодня оплачивают взносы и хватит ли этих средств, чтобы завершить все запланированные работы? Ну, у нас условно можно на две группы собственников разделить. Это физические и юридические лица. У физических лиц платежная дисциплина очень высокая. По нашим предварительным оценкам, более 89% собственников физических лиц оплачивают взносы. А несколько хуже ситуация с юридическими лицами. В частности, это муниципальная собственность, республиканская и федеральная. Здесь у нас процент разный. По муниципальной это порядка 28% оплата, то есть платежная такая дисциплина. 43% федеральная собственность и порядка 37% республиканская, что в целом дает сводный процент в 77,6% по республике. Все сейчас начислено у нас на 1 декабря. 321 миллион из них, 244 собрано. Но это как-то повлияет на ход работы? Нет, на ход работы это не повлияет. Больше, скажу, средств на выполнение объемов, заявленных в 2015 году, достаточно. Мы своевременно рассчитываемся с подрядчиками после подписания акта выполненных работ со всех сторон. Тут важная особенность, что собственники тоже расписываются в акте приемки выполненных работ. Только после этого мы оплачиваем. Поэтому вот уже можно говорить о том, что там, где завершены работы, там собственники удовлетворены качеством работы. Иначе они просто не подписывают. Такие случаи у нас тоже есть, где мы 2-3 недели объясняем собственникам, учитываем их пожелания. Устраняем даже в некотором роде недоделки, которые видят собственники постоянно, каждый день. Чего, например, инспектор, приезжающий на объект, не всегда может сразу увидеть. Какие муниципалитеты у нас лидируют по сбору, которые у нас в аутсайдерах? По сбору у нас на первом месте Саиногорск. У них чуть больше 83%. Сводная собираемость, это с учетом всех категорий собственников. На втором месте у нас идет Алтайский район. Там у Подсинего очень высокая платежная дисциплина. Хоть там всего 5 домов, 5 пятиэтажек. У них более 82% общая собираемость. Потом идет Абакан 79,5%, Черногорск 78,7%. Ну, 77,3% у нас идет Сорск и порядка 57% Абаза. То есть немножечко так отстает. Но вообще влияет ли количество должников в доме по взносам на капремонт, на то, когда будет отремонтирован этот дом? Либо просто есть некая очередность и следует ей в выборе домов? По большому счету у нас правительство ежегодно актуализирует краткосрочный план. То есть на 2015 год 208, на 2016 год. Вот 267 определенных домов, вне зависимости от того, какая платежная дисциплина в доме. Наша задача уже обеспечить эту собираемость. То есть в индивидуальном порядке взыскивать задолженность, чтобы и в этом доме была нужная собираемость. Этой осенью фонд капремонта направил в адрес собственников, у которых задолженность более трех месяцев, досудебные претензии. Таких оказалось 39 тысяч человек в нашей республике. Что изменилось за два месяца? Были у нас уже суды или нет? Да, 39 261 претензию мы отправили. Должником мы считаем, это не плательщик, у которого сумма задолженности больше либо равна трехмесячным начислениям. После того, как мы направили в сентябре эти претензии, у нас получилась статистика такая, что 6 из 10 претензий оплачиваются. В отношении остальных мы начали судиться. Начали судиться сначала в разрезе каждого мирового участка судебного. Обосновали, показали. У нас уже есть 8 решений в разных мировых судях. Есть уже где вступили в силу, где есть исполнительные листы. Сейчас мы уже готовы судиться массово. Без участия. Вы понимаете, когда направляем на один судебный участок больше тысячи типовых исков, можно уже и говорить о том, что наше дополнительное участие в самом процессе не столь необходимо. Поэтому мы сейчас уже с нового года запустим этот процесс, что называется на рельсы на широкие. Но недвижимость у нас продается, покупается. И бывает так, что люди, покупая недвижимость, позднее узнают о том, что за квартирой долг в фонд. Что делать в этом случае? Вообще кто оплачивает? Приходят, возмущаются такие новые собственники. Есть это. Потому что в соответствии с законодательством, это часть 2 ст. 158, обязанность предыдущего собственника переходит на нового. То есть мы выставляли своевременно платежный документ, собственник не оплачивал, приобретая, был заключен договор купли-продажи квартиры. По гражданскому кодексу это договор, заключаемый между добросовестным продавцом и добросовестным покупателем. Соответственно, если продавец оказался недобросовестным, это их личный гражданский спор, можно попытаться взыскать эту сумму. Но теперь она перекладывается уже на нового собственника. Поэтому пошла практика, когда жители с продавца просят справку об отсутствии задолженности, мы ее предоставляем. Либо же можно зайти на сайте в личный кабинет вместе с предыдущим собственником, это займет 5-7 минут, и проверить. Делается это по лицевому счету помещения, он есть в каждой платежке. Вводится, паролем служит номер квартиры. Зашли и посмотрели, есть долг, нет долг. Можно также посмотреть по всему дому. Это уже больше интересно председателям советов домов, которые у нас есть, те, которые работают с должниками сами. В последнее время в интернете периодически появляются различные посты со ссылками на законодательные акты, на решения Верховного суда, которые якобы освобождают от оплаты взносов на капремонт. Под разными аргументами. Как реагируете вы на такие посты? Есть ли у нас реальные случаи, когда не надо действительно платить? У нас есть более 300 таких типовых обращений, где жители указывают на некое решение Верховного суда. На что мы индивидуально каждому разъясняем суть того решения, на которое ссылаются зачастую бездумно, не проверяя, о чем идет речь. Во Владимирской, насколько я помню, области был процесс, когда один из собственников оспаривал субъектовый закон о капитальном ремонте. И ему на уровне субъекта в сути было отказано. Он пошел в Верховный суд. И Верховный суд в своей резолютивной части установил, что его на самом деле никто не принуждает платить взносы. И законодательство, принятое на уровне субъекта, оно правильное. То есть, собственник указывал, что его понуждает кто-то, но так как все его решения, все оспариваемые решения оставили в силе, то есть они приняты в соответствии с жилищным кодексом, где у собственников было право выбора способа, он выбран добровольно, соответственно, они уплачивают взносы туда. Вот об этом полностью идет решение. Но собственники увидели только вот эту часть, что взнос не является обязательным принуждением Республиканского фонда капитального ремонта. И увидели то, что хотели. Поэтому никаких отмен взносов нет. Я думаю, что у нас даже жители сейчас понимают, за что они платят, что они копят на ремонт своего дома. И очень много у нас, больше тысячи, обращений о несогласии со сроками. То есть хотят, чтобы он был выполнен раньше, чем указан в программе. А в программе у нас установлен предельный срок. Я вот вам привел колхозную 45, да, Дружба народов 1 в этом году, где определили, что раньше нуждается дом, и его перенесли на более ранний. Точно так же будем делать и в отношении многих других домов. У нас уже рассматриваются решения, где требуется ремонт не в 39-м, а уже в 16-м. Но в последнее время в СМИ часто поднимается тема освобождения некоторых категорий от взносов. Реально что-то у нас продвинулось в этой сфере? Или мы по-прежнему все одинаково платим? Эти изменения, они очень непростые. В жилищный кодекс будут вноситься небыстро. Сейчас это законодательная инициатива отдельных депутатов. То есть внесли на рассмотрение в Госдуму некий законопроект, который бы освободил, точнее переложил обязанность оплачивать взносы на государство. Почему переложил, а не освободил? Потому что у нас есть два способа формирования фонда. Например, если взять спецсчетчиков, то есть те, кто формирует на отдельном спецсчете для своего дома только, то они каждый собственник уплачивают. И у нас есть дома, где 30-40-50% есть пенсионеры. Если их всех сейчас освободить, этот дом никогда не накопит на капитальный ремонт. Соответственно, здесь нужно расширять круг льготников. А круг льготников у нас расширяется обычно за счет бюджета субъекта. То есть сначала нужно посмотреть, какой субъект на что способен. То есть нужно принять на себя дополнительные обязательства. Допустим, Республика Хакасия на свой бюджет порядка 300 миллионов дополнительно предусмотреть, чтобы освободить, например, одиноко живущих старше 70 лет. Там разные вариации предлагаются этого законопроекта. Поэтому и сами ждем этих изменений. Но взять и просто так освободить, это значит, будет то же самое, как до принятия этих изменений. Когда стояли дома, которые непонятно, когда отремонтируют. Куда обращаться с собственниками, если у них возникают вопросы по проведению работ, по оплате этих взносов? Всегда к нам. На наш телефон горячей линии 3902-24-32-50. У нас почему-то собственники по привычке еще обращаются в муниципалитет, в администрацию президента, еще куда-то, вместо того, чтобы обратиться в первую очередь непосредственно к ответственному. У нас есть случаи, когда обнаружили недоделки, точнее нужно проверить еще, в чем идет речь в Черногорске, по завершенному капитальному ремонту кровли. Обращались куда угодно, но только не к нам. А вот правильнее все-таки сначала к нам обратиться, и мы достаточно оперативно очень многие вещи решаем. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Вам спасибо.